В данной проповеди мы затронем тему о завещании посланника Аллаха, салли Аллаху алейхи вассалям, мужчинам, касаемо их женщин. Помимо того, что Пророк в общем завещал мужчинам о хорошем отношении к женщинам, так он еще и в своей прощальной проповеди тоже упомянул эту тему. Это, конечно, указывает на важность этого вопроса. И действительно, Всевышний Аллах и также посланник Всевышнего Аллаха алейхи вассалям уделяют значительное внимание семейным отношениям, потому что здоровое общество, оно зависит от здоровых семей. И если в каких-то семьях недопонимание, в каких-то вопросах также разводы, то в общем само общество, оно тоже деградирует, то есть приходит упадок. Мы знаем, что во времена Джагилии, то есть до исламской период, когда не было ислама, на Аравийском полуострове было неприятным событием рождения дочерей. И многие арабские племена заживо даже хоронили своих дочерей. Также в других цивилизациях женщины, они считались как вещь, то есть они вещью считались и ничего не получали в наследство от своих отцов, мужей и не имели даже права участвовать в выпоре своего супруга. Но с приходом ислама, пророк, алейхиссалату вассалям, он искоренил эти ложные стереотипы. Ислам, он возвысил женщину, и она, женщина, приобрела статус. То есть она стала матерью, под чьими ногами находится рай. Мы знаем хадис посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям. Также она стала женой, про которую пророк, алейхиссалату вассалям, часто говорил мужчинам, мужьям о хорошем отношении к женам. Также мы знаем, что она стала сестрой и дочерью, про которых пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, Тот, кто имеет одну дочь, которую он не закопал заживо, и которую не унижал и не предпочитал своего сына над ней, то он, Всевышний Аллах, поселит его в рай. То есть Всевышний Аллах поселит такого человека в рай. Это передал имам Абу-Дауд. Также другой хадис касаемо посланника Аллаха, салли Аллаху алейхиссалям, который он сказал, Тот, кто будет содержать двух или трех дочерей или же сестер, пока он не покинет этот мир, то я буду с ним в раю подобного так. И указал два пальца. Но, к сожалению, в наше время мы можем замечать, что остались некие такие маленькие остатки, той джагилии, которой пророк, салли Аллаху алейхиссалям, он своим шариатом это искоренил. Но, конечно, мы видим, что, как прежде, не хоронят дочерей заживо, конечно, этого не осталось. Но если посмотреть, то когда рождается дочь первая, у многих лица становятся мрачными. Бывают такие случаи, когда муж говорит, если еще раз ты родишь дочь, то есть если подряд дочеря были, своей жене говорит, еще раз ты родишь дочь, то я дам тебе развод или даю тебе развод. То есть до таких ситуаций даже доходит. Также мы наглядно видим, что возвращается, как и раньше, когда женщина была вещью только под другим наклоном, под другим предлогом. Мы видим, как женщины, они тоже превращаются в вещь в наше время. Каким образом? Большинство рекламных роликов, которые рекламируют какие-то бытовые вещи, они не обходятся, чтобы там не снималась какая-то женщина. Даже там может быть простая зубная шутка, там тоже ее рекламируют. То есть через женщину это. И для чего это? Чтобы этот товар приобрел товарный вид, чтобы у меня был. У этой бытовой вещи, которую рекламируют. Но, к сожалению, иногда попадаются такие случаи, когда некоторые мужчины поступают очень подло. Они избивают, не обеспечивают, несколько лет не живут тоже вместе. Даже он, может быть, уже не видит ее в качестве своей жены. Но не отпускает ее. То есть развод тоже не дает. И когда такая женщина приходит требовать развод, то этот муж, зная, что у нее за спиной никого нету, что некому поручиться за нее, он принципиально не дает этот развод, чтобы она не могла свою жизнь наладить. То есть свою будущую жизнь, чтобы не смогла наладить, он принципиально не дает этот развод. И также, конечно, попадаются ситуации, которые хуже, чем это. Когда муж говорит, я тебе дам развод, только мой махар верни, который я тебе давал. Махар, который вначале давал, это верни. Или же другие ситуации, которые воочию, можно сказать, попадались. Муж, он ревизию проводит того, что дарил или, правильно, покупал за совместную жизнь. То есть 5-6 лет, которые совместной жизни. Эту ревизию он проводит, говорит, если ты это все не вернешь мне, говорит, то развод не дает. То есть вроде бы взрослые люди, взрослые люди, но какие разговоры, как дети, наверное, такие разговоры, наверное, не ведут. Такие случаи, к сожалению, попадаются. Это все то, что осталось, остатки той джагилии. Пасанник Аллаха, салли Аллаху, алейхи вассалям, сказал, «Иставсу бин ниса». Я завещаю хорошее отношение к женщинам. И здесь, когда говорится к женщинам, не имеется в виду именно к женам. То есть тут и включаются и матеря, и сестры, и дочеря. И дальше Пасанник Аллаху, салли Аллаху, алейхи вассалям, говорит, «Фа-инна-ль-мар-а-та-хули-кат-мин-ды-ля-а-ва-инна-а-а-ва-джа-шей-ин-фи-д-ды-ля-и-а-ля-ха». Поистине они, то есть женщины, сотворены из ребра. А самая кривая часть ребра – это верхняя часть. И как некоторые мухаддисы, они указывали, это имеется в виду язык. «И если вы решите выпрямить, то есть полностью идеальным сделать, то сломаете». Под словом «сломаете» имеется в виду развод. То есть до развода дойдет. А если же оставите как есть, то она не выпрямится. Это значит, что мужчинам в отношениях с женщиной он не должен прибегать к насилию, к своему физическому превосходству над ней. Он должен более милосердно относиться, и вот эти всевозможные искривления он должен исправлять путем терпения и доброго наставления, увещевания. И поэтому, посланник Аллаха, салли Аллаху алейхи вассалям, опять в конце это же слово, то, что вначале сказал. «Фаставсубин ниса». Поэтому следуйте моему совету в отношении женщин. Муллах Али Аль-Кари, он сказал, стоит проявлять терпение в отношении их плохих черт характера, пока это не приведет к греху. То есть пока это если не приводит к греху, то следует терпеть и наставлять. И также пророк Алейхи вассалям сказал, «Пусть верующий, он не испытывает ненависти к верующей. Если ему не нравится в ней какая-то черта, то он будет доволен другой». И на самом деле у верующего человека такого не бывает, чтобы он был полностью плохой, чтобы у него не было хороших качеств. И обязательно мы можем найти хорошие качества, которые покроют собой эти плохие качества. Допустим, может быть, один из супругов, он моментально из себя уходит. Ну, по натуре человек, он сам такой. Но проходит определенный короткий промежуток времени, этот человек сожалеет, то есть может попросить прощения. Но, однако, может быть, супруга, она обладает другими хорошими качествами. Так какими эти качества? Она любящая, заботящаяся, который встречает своего мужа, смотрит за ним и так далее. То есть эти качества, они покрывают собой ту, ту плохую черту характера. И тоже касается, конечно, мужчин тоже. И в общем друзей тоже это касается. Почему? Потому что идеальных людей, если мы хотим идеальную супругу, идеального супруга, или же друзей, такого мы сами не идеальны. Такого никогда не выйдет. Но когда человек любит кого-то, любит, то он не замечает недостатки. Ведь говорится, если человек кого-то любит, если у него даже на самом деле недостатки есть у этого человека, он эти недостатки как даже за недостатки не видит. Но если человек кого-то ненавидит, то его достоинство он даже за недостатки видит. Даже за достоинство он может придираться. Также мы должны знать хадис посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, в котором он говорил, Если всю жизнь относиться хорошо к жене, то есть дагр – это означает всю жизнь или же век, то есть сто лет, и она увидит от тебя что-то, что ей не понравилось за это время. Хотя, если посмотреть, то такое же невозможно, чтобы человек сто лет только делал добро. В любом случае, ссора же происходит в семье. Но если бы даже, говорит посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, ты относился бы всю жизнь хорошо, если она увидела бы то, что ей не понравилось, она сказала бы, я ничего хорошего от тебя не видела за это время. То есть это указывает на то, что женщины, они более эмоциональны бывают, более эмоциональны, чем мужчины. Но, как и ранее говорилось, определенное время проходит, они начинают сожалеть. И человек, он когда вступает в период, то есть совместной жизни, когда он вступает в брак, и совместно они живут с женой, то он должен знать, в любом случае ссора будет происходить. Это естественно. Такое не бывает, что ссоры в семье не были. Такое не бывает. У сподвижников в семье были ссоры на бытовом уровне. Или какие-то недопонимания могут быть у нас в каком-то определенном вопросе. То есть это естественно. Они бывают, эти ссоры. У праведных предшественников это бывало. Но, однако, из-за бытовых ссор, или просто перепалка словами стала, из-за этого не служило это причиной развода в среде мусульман, кроме как наше время. То есть последний 20 век и 21 века большая часть разводов, то, что приходит, если спросить, то, что вот решают обычно, кто право, кто нет, это большая часть просто бытовые ссоры. То есть там не было измены и тому подобное. То есть бытовая ссора, или муж примерно, если он живет с родителями, не знает, как правильно политику вести, шариатских знаний нет у него, ссоры возникают, потом до развода доходит. В итоге смотришь, из-за чего развод был, там какая-то мелочь. То есть такое... Ссора это естественная вещь. Она была у сподвижников. Они были последующих поколений мусульман. Но, однако, как сейчас, они не служили основной причиной развода. И то, что имам Ахмад передает хадис, поучительный хадис от Аиши, радия Аллаху Анха. Однажды Аиши, радия Аллаху Анха, однажды ко мне зашла Хуайля бинт Хаким, которая была женой Усман бну Мазууна. Это не халиф Усман Асхаб, Усман бин Афан. Не этот, не халиф, а Усман и бин Мазуун. Это другой сподвижник. Его жена пришла ко мне, то есть домой. И посланник Аллаха, салли Аллаху Алейхи Васалям, он увидел неопрятный вид этой женщины. Он говорит у Аиши, спросил, У Аиши, что за неопрятный вид у нее? И тогда она ответила, Аиша, радия Аллаху Анха, я, Расуль Аллах, им раатун ля зауджа ляха, я суммун нахару я куму ллайль, фа хия каля зауджа ляха. О, посланник Аллаха, у этой женщины нет мужа. Он постится днем и молится по ночам. Она как будто бы словно та женщина, у которой нет мужа. Поэтому она оставила, говорит, себя и запустила. И бывают, конечно, случаи, что по факту муж есть, на самом деле он есть, присутствует муж. Но как будто бы его нету. Он никоим образом не участвует в семейной жизни, не дает воспитания своим детям, не дает поучительные истории, назидания какие-то своей жене. И порой иногда бывает человек, он утром на работе, вечером с друзьями, поздно приходит, некоторые дети уже, может, лицо своего отца уже даже не помнят. То есть такие случаи бывают. И Аиша, разделья Аллаху ангам, она говорит, что тогда посланник Аллаха, салли Аллаху алейхи вассалям, он отправил человека за Усмана бну Мазаном. А когда он пришел, он спросил, «О, Усмана, ты желаешь следовать моей сунне?» Он ответил, «Клянусь Аллахом, посланник Аллаху, я стремлюсь следовать твоей сунне». На что пророк, алейхи вассалату вассалям, ответил, «Поистине я сплю и молюсь, соблюдаю пост и разговляюсь, и заключаю браки с женщинами». «Фатта-гилляха, я Усмана». Бойся Аллаха, у Усмана. «Поистине, воистину, у твоей семьи есть на тебя право, также у твоего гостя есть на тебя право, и у твоего тела, у твоей души тоже есть на тебя право. Постись и разговляйся, совершай намаз и спи». То есть, когда говорит посланник Аллаху, ассаляму, алейхи вассалям, что у тела тоже, у души тоже есть на нас право, это имеется в виду, что наше тело тоже должно отдыхать, оно тоже должно находиться в физической форме. И когда человек, невежественный человек, он встречает подобного рода хадисы или высказывания праведных предшественников о добром отношении к женщинам, у него может возникнуть такая мысль. То есть, человек, он не встречал такие хадисы. Есть много других хадисов посланника Аллаха, ассаляму, есть слова ученых. Когда он не встречал, у него мысль возникает, как такое может быть? Разве это по-мужски? Ну, мягко говоря, это по-мужски, что ли так? Мужество, уважаемые братья, оно включает в себя храбрость, благородство, великодушие, уметь прощать, будучи, ты можешь наказать человека, но ты прощаешь его. Мужество, уважаемые братья, это не есть подлость, безрассудство, когда человек показывает свое физическое превосходство слабым людям, которые не могут за себя постоять. То есть, это не есть мужество. Или же человек всю жизнь ходит хмурым, мрачным, таким лицом, как будто бы он на весь мир обижен. То есть, это не есть мужество, когда человек себя так ведет. Среди сподвижников, кто считался самым мужественным? Тот, кто мог в бою приблизиться к посланнику Аллаху, Но пророк Мухаммад, он был самым мужественным, и он прощал, имея возможность наказать. Посланник Аллаха, Он вел различного рода хозяйственную деятельность, то есть помогал своим женам. Он даже сам шил свою одежду, чинил обувь. Мы можем подумать, что пророку больше делать нечего было, что ли, сколько, несколько жен у него. И ему можно было просто отдать им. Но для чего это делал? Чтобы составлять компанию. Ведь это же приятно. Ведь пророк, саллиллаху алейхи вассалям, это путь. Он показывал нам, чтобы мы следовали этому. И пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, однажды, когда он со своим внуком Хасаном сидел, то есть целовал его, один из мужчин сказал ему, у меня 10 детей, и я никогда не целовал их. То есть это он увидел как-то низко. И пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, посмотрел на него и ответил, не будет помилован тот, кто сам не проявляет милосердия к другим. Это и есть путь пророка, саллиллаху алейхи вассалям, и тот шариа, с которым он пришел к нам. Как сказал Аллах в Куране, и был в посланнике прекрасный пример. То есть следовать посланнику Аллаха, алейхи вассалям, и оставить те принципы, те стереотипы, которые со времен джагилии, остатки джагилии, до исламского периода. Пусть Всевышний Аллах поможет нам в этом. Алейхи вассалям. Субтитры создавал DimaTorzok